Мария Аронова уже долгие годы играет в театре имени Вахтангова, в котором исполняет различные роли. Она гармонично смотрится как в драматической роли, так и комедийной. Нет такой роли, с которой бы не справилась актриса. Ее талант был высоко награжден в 2012 году, она стала народной артисткой России. Марии на тот момент исполнилось только 40 лет. Ольга Погодина – амбициозная актриса, которая ставит цели и их достигает. Ольга стала не только успешной актрисой, но и продюсером. У Погодины собственная студия «Одэфильм», которая выпустила множество кинопроектов. Целеустремленная актриса стала народной артисткой России в 2017 году. Ольга получила звание в возрасте 41 год. Народной любимицей Анны Ковальчук стала благодаря сериалу «Тайны следствия». Хотя в ее послужном списке еще множество успешных проектов. Анна стала успешной не только в кино, но и в театральной сфере. Ее многогранный талант высоко оценен зрителями и критиками. В 2020 году стала народной артисткой России в возрасте 42 года. Многие Марию Миронову называют везунчиком, ведь она родилась в знаменитой семье. Она рано начала сниматься и ее будущее было заранее известно. Мария стала успешной и востребованной актрисой. В первую очередь, благодаря своей целеустремленности. Талант, несомненно, у нее есть. В 2020 году стала народной артисткой России в возрасте 46 лет. Ольге Тумайкиной прекрасно удается играть комедийные роли. В ее послужном списке множество смешных героинь, которые стали любимы зрителями. Ее актерский талант был дважды оценен, в 2007 году стала заслуженной артисткой России, а в 2021 году получила звание народной артистки России. Спасибо за ваше внимание, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал.